Накануне во всех регионах страны прошел большой этнографический диктант. Жители республики также не остались в стороне и присоединились к акции. Отметим, что подобное мероприятие, большой диктант по русскому языку, уже не раз проходил в стране. Его писали все, начиная от студентов, заканчивая чиновниками. Чем отличается этнографический диктант и как его написали якутяне в материале Саргылана Захаровой. В зале воцарилась тишина, и студенты и преподаватели принялись за написание диктанта. Но этот диктант не в привычном для нас понимании. Это такой тест, состоящий из 30 вопросов на тему культуры и этнографии разных народов нашей страны. Вопросы в тесте самые разные, например, соотнести блюда и народы, которым они принадлежат, или в каком городе находится та или иная достопримечательность. Среднего уровня, не так уж и сложно. Главное, круг розозор уже ширеет и все. В основном, по географии в основном. Сложновато, конечно. За все сил будем стараться. Однако, некоторые задания опытным преподавателям показались непродуманными до конца. Некоторые вопросы громоздкие. Не влезает. И непонятно, по какому признаку выбирались все эти национальные блюда, каким народом они относятся. То есть, не широко это известно. Сказалось, что из 30 вопросов, я уверен, 26 точно уверен. Но, несмотря на небольшие замечания, идея в целом понравилась всем. Главную цель привлечь внимание к этому вопросу можно считать достигнутой. Так как у нас Россия является многонациональной страной, и эти знания сейчас очень актуальны. Они должны знать, сколько народов проживает, какие республики есть в России. И вот с целью узнать эти знания проводится впервые этот этнографический диктант. Всем участникам Большого этнографического диктанта раздали сертификаты. Конечные результаты тестов станут известны через месяц, 4 ноября. Сарглана Захарова, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.